В конец 2018 года, если мы говорим по целевым программам, то мы, к сожалению, уже ничего не сможем и запланировать, и сделать, ввиду того, что сейчас работает только одна программа по финансовой поддержке предприятия. Речь идет о компенсации затрат за покупную воду электроника. На сессии, которая 16 числа состоится, будет выделен очередной транш, так сказать, в размере 4 миллионов для погашения задолженности и миллиона за покупную воду компания «Вода Донбасса» и 1 миллион гривен по компании «ДТК» для этого предприятия. В начале года 2018 года была эта программа утверждена в размере 20 миллионов. На данный момент профиленцировано, если не ошибаюсь, 10 и 7, то есть осталось 9 миллионов. Да, это с городского движения. Для того, чтобы составить график погашения задолженности, нужно выйти на понимание хотя бы оплату текущей, текущего потребления воды и электроэнергии. Если предприятие сейчас не в состоянии оплачивать свои текущие потребления, то о какой задолженности мы можем говорить. То есть нарисовать мы можем, но нужно определить источник финансирования. На следующий год, ну перво-наперво, такая же программа, как была на 2018, она остро необходима и на 2019 год, потому как по существенным изменениям в плане потерь, а это основной бич какого-то предприятия, потери по воде, которые не вытекают. К сожалению, тот процент потерь, который был, практически такой же и остался. Три большие группы потери в частном секторе, они в свою очередь разделяются на банальное воровство и потери на частных водах. Дальше идет многоэтажный сектор, магниты на водомеры в домах, отпайки на стояках и утечки в подвалах. Один из самых больших секторов – это варимность на сетях водопровода. Одно из концептуальных мероприятий, которое было выполнено, кстати, за средства самого предприятия, это ввели в эксплуатацию еще один фильтр на фильтровально-насосной станции, что позволило увеличить подачу воды по самой фильтровальной. Больше воды мы можем очищать, больше воды можем аккумулировать, соответственно, какие-то 500 кубов в сутки дополнительно появилась воды, которую мы и решили подать на микроэйон Артема. Вот это, можно сказать, одна из главных концептуальных моментов.